Привет, спасатели! Мы с вами продолжаем прохождение МРС Тайкуна. Нас с вами вот-вот уже ждет очередной эвент. Он называется «Восстановление доступа». Мы организуем штурм водоочистной станции, чтобы рачить путь к разрушенному энергоблоку для наших техников. Нам здесь потребуется К-9, спецназ и снайпера. Все у нас с вами есть, все заряжено. Мы с вами полностью готовы. Также, смотрите, ребята, хочу обратить ваше внимание, у нас с вами 2000 звезд. Просто это у нас некий лимит, поэтому нам больше ничего, к сожалению, нельзя будет заработать. Никуда это не складировать, не скопить. Поэтому все, что мы будем сейчас зарабатывать, это будет просто улетать в трубу. Поэтому предлагаю хоть что-нибудь сейчас не сверхдорогое выучить. И, соответственно, это использовать во благо наших с вами выполненных заданий. Значит, мы с вами выучим, знаете что? Мы зайдем с вами в медицину и выберем, наверное, ортопедию, наверное, давай выберем. Ну, как вариант, да. Кстати, она будет стоить десятку. Что тут требуется? А, у нас здесь, кстати, тоже шконка одна, да? Ну, давай ее, предположим, поставим. На десятку-то, может, не обеднеем точно. У нас 1500 звезд. Мы их однозначно будем все конвертировать для того, чтобы выходить в плюсы. Вот. Ну и, конечно же, будем дальше закупать новые вещи. Так, этот момент мы ускоряем и ждем, когда как раз настанет следующий день для выполнения этой операции. И вот-вот этот момент должен настать. Так, настал. Отлично. Значит, мы... В смысле К9 нету? Так, подожди, у нас есть спецназ. А почему у нас нету К9? Я не понял. Я не понял. Смотри, собаки же есть. А куда кнопка пропала? У нас же... Подожди, стоп. Подожди, а при чем тут кнопка? Не надо паузу, подожди, поставить. При чем тут кнопка? У нас с вами есть все. У нас есть таблетки, есть собака, есть офицер, который ты можешь сделать. Почему у нас нету возможности создать эту собаку? Аналогично все с оружием. Ты посмотри. Самое, что интересное, судя по заданию, да, у нас с вами как раз-таки и оружие, и снайперов все есть, кроме собак. Хотя аналогично. Но это, походу, баг какой-то у меня, да. Это, походу, баг. Собаки реально были. Собаки реально были даже вот на предыдущем задании у нас. Ну, значит, идем без собак. Что могу сделать? Отправляем 4, 1, выбираем, давайте, броневики наши на максимум и офицеров. Туда требуется сколько? Кстати, еще снайпера требуется у нас. Но пока с одним будем справляться. Требуется у нас 12 офицеров. Итого у нас 90% задания. И у нас, видишь, только собаки подвели. Слушай, ну с собаками что-то реально странное. Ну, ладно, поехали. 135 звезд за дом получим в ходе выполнения этой операции. О, смотри, мазуриков привезли. Мальчика с девочкой. Прямо как Бонни и Клай, да? Кстати, заметь, у нас все шконки начинают быть похожими друг на друга, да? Только отличаются хоть рядом сбоку устройства. Хотя, вот эти вообще, по-моему, идентичные сделаны, да? Хотя, да, абсолютно два разных. Абсолютно два разных. Здесь у нас стула нету в комплекте. Здесь идет, вон, типа капельница. Смотри, сколько заданий резко появилось еще. Ну, здесь у нас с вами горит дом. А здесь у нас очередное задымление, которое перерастает в огонь. Отдымится вилла. И у человека инфаркт. Отправляем туда медицину нашу. Я все равно расстроен из-за того, что нас собаки наши подвели. Я реально не понял прикола этого. Вообще не понял этого прикола с собаками. Посмотри. А мы сейчас, кстати, посмотрим. Они когда у нас вернутся, если загорится над ними пиктограмма, что можно их заново произвести. Вот я тогда удивлюсь. Я реально удивлюсь. Слушай, а знаешь, что можно сделать? А мы можем даже шикануть и кое-что проверить. Правда, мы сейчас в минус туда еще уйдем. Ну, ничего страшного. Смотри, когда мы каждый раз покупаем ту или иную вещь, у нас автоматически появляется она, то есть как бы заряженная уже, да, сразу становится. Мы сейчас сделаем следующее. Смотри, возьмем, продадим, предположим, вот этого пса. Выбираем. Так, выбираем покупку вот за двадцатку, да. То есть на десять тысяч мы сейчас уйдем в минус. Ставим его и смотрим, что у нас сейчас произойдет с этим. То же самое, блин. Он не готов. Он тупо не готов. Я не понял. Да, это какой-то баг, походу, у меня с собакой произошел. Так, это мы отправляем на производство. Все мы выполнили. Пациент, блин, если прочитать, походу он умер, да? А, доставлен. Доставлен. А куда его доставили? К нам его доставили. Ждем. Так, машину мы, кстати, с вами сразу отправляем на ремонт. И аналогичная картина. Сделаем сразу же подчинку всей нашей техники. Где его доставили? Вот его доставили. Шикарно. Майор нам сообщает, типа, это была очень крутая поездка. И мы сделали очень большой шаг к пути восстановления порядка. Собак мне, гад, верни лучше, а не порядок. Мне без собак вообще вешалка, походу, будет. Слушай, ну, да, задания еще все выполнили. Сейчас приводим себя в норму. Да, привели. И отправляемся опять на червяные задания. Ну, тут все по стандарту. Опять кто-то забаррикадировался в магазине, когда им отказали продавать доширак. Здесь у нас машина перевернулась, когда узнала цены на бензин. Футбольные фанаты решили встретиться после матча, попить пивка. Но когда они узнали, что у друга у него больная печень, они вызвали ему скорую. А здесь произошел вообще невиданный случай. Люди вместо того, чтобы грабить и заниматься вандализмом, они наоборот начали заносить в магазин технику. Удивительная вещь происходит в нашем городе. Вот такие у нас позитивные стали дела происходить. Просто задания реально начинают повторяться одно и то же. Но я решил немножечко покреативить и повыдумывать на разные темы. Если вам нравится такая штука, давайте поэкспериментируем. Можем все остальные серии сделать в таком направлении. Ну, как-то, в общем, дайте мне знать. Либо в комментариях, либо лайками. Ну, все по стандарту, ребят. Отлично, у нас первые вернулись. Команда поднялась у нас. Так, слушай, 1900. У нас скоро будет предел, а еще есть время, да? Давайте тогда что-нибудь с вами прокачаем. Что-нибудь, например, что-то. Так, вертолет. 1900, все сразу очки выкинуть туда. Нет. Смотри, интересно было бы что-нибудь, может быть, нам на доп. заработок поставить. Да, как вариант. Так, тачки мы точно ставить пока не будем? Медицина. Ну, давай возьмем, наверное... Так, не знаю, блин, вот медицину взять, либо офис все-таки. У нас здесь есть продвинутые столы. А, он 1200 стоит. Это у нас такое... А, это у нас больше как раз хранение документов. У нас с вами есть как большие, так и маленькие. А это будет типа на три, да, у нас уже сделано. Ну, с одной стороны, классно. С другой стороны, надо ли нам это прямо здесь сейчас? Давай, наверное, лучше медицину прокачаем за пятихаточку что-нибудь. За 10 тысяч что у нас здесь идет? Еще один... Еще одна кровать. Слушай, а вот вопрос, как я могу ей поставить там. Вот здесь она у нас влезет? Нет, здесь она у нас уже не влезет. Надо сейчас будет сделать небольшое сдвижение. Но сперва задание. Двое друзей лежали в кровати. Смотри, один из них совершил коминг-аут. Поэтому, когда он лежал, курил второй товарищ, у него сигарета упала на кровати и произошло возгорание. Смотри, кстати, оружие-то у нас реально производится. У нас его можно производить? Тогда что у нас с собаками происходит? Я реально не понимаю. И таблеток, кстати, у них теперь нет. А зачем-то собакам таблетки. А, это, наверное, их все-таки обучают, да, там находить наркотики и все остальное. Для стабилизации пациента, кстати, да, есть критическое состояние, касаемо и сердечных приступов. Я думаю, мы разместим эту койку вот в этом месте. Она как раз-таки займет эту комнату в этот раз. Во-вторых, ну, во-вторых, нам просто ее некуда больше ставить. Тут без вариантов. О, смотри, у нас ветераны начали появляться. Пока есть время, конечно же, отправляем сразу на производство. Так, больных на койке. Что у нас с пожарными машинами? Слушай, ну тут беды. Здесь откроены беды. Ставим все сразу на ремонт. Так, по отдыху у нас здесь все хорошо. Да, у них все просто здесь замечательно. Не хватает такого журнала, по-моему, Максим там. Кстати, каких журналов читайте, ребята, в комментариях напишите. Я очень раньше любил журнал Максим. Вот реально любил его. Было интересно там и про мир вокруг нас рассказывают, и про какие-то определенные вещи, и про девчоночек, естественно. Ну, а вообще, это, конечно, журнал именно действительно обо всем. Но я никогда его не купил в бумажном переплете, только цифровые версии всегда были. А еще в детстве, помню, залипал очень плотненько на журналы игромания, там, страна игр, там, что-то навигатор, по-моему. В общем, что-то из этого было. Страна игр точно была, помню. Еще были комплекты и здания с диском внутри. Это была вообще чума. Там всегда какая-то была рандомная игруха. Смотри, у нас здесь действительно чрезвычайная ситуация произошла. Обвалилось здание, полностью обрушилось. Внутри оказались люди. Смотри, у нас требуются у врачей медкомплекты. У полиции идут дроны и собаки. Кстати, собаки заработали. Неужели? И у пожарных требуются у нас топоры. То есть, в общем, все отделы работают. И все с собой не просто куда-то едут, да, они все уже берут с собой свои профильные инструменты. Вся страна, смотри, лампочками просто мигает. Круто. А сейчас по бабосикам. А по бабосикам мы с вами уже в очень хорошем плюсике. Ты смотри, даже без учета того, что у нас с вами имеются звезды в запасе, 226 тысяч. Ну, не знаю, ну, не знаю. Но мы посмотрим, да. Это я про соседнюю землю. Знаете, кстати, как вариант, действительно, мы можем ее выкупить. И вот потихонечку деньги появляются, мы потихонечку в нее вкладываемся. То есть, это такой ультрадорогой, ультрадолгий-долгострой, прям таки можно его назвать, да. Зато он будет куда вкладывать, инвестировать. Знаете, чего не хватает в этой игре еще? Вот убирание и... Я не говорю, конечно, как, знаете, хорошего прямо терраформинга. Но вот, предположим, возможность выкупать землю, не просто ее там купить, предположим, да, а произвести еще работы, там, по удалению этих деревьев, по выкорчевыванию и так далее и тому подобное. То есть, дополнительные расходы, чтобы были. Но чтобы это было возможно сделать. Это было бы круто, мне кажется. Так, ну, заданиями у нас вроде как все хорошо, правда, единственная техника у нас ухайдохалась прямо что-то люто, прямо люто. Так, это мы закрываем, это мы убираем, это мы... Это мы, да, у нас 2005 очков, смотри, а. Шестой день, нифига у нас там этих заданий появилось. Так, стоп, у нас тут кто-то лежит, да, по-моему? А, вот и вот так вот. Смотри, кстати, вот он занимается уборкой каких-то там масел разлитых, да. Люди устроили бунт и устроили на заводе пожар после того, как узнали, что добавки им не дадут. Чувак на заводе решил устроить потоп и делал он это очень просто. Нажимал кнопку спуска в сортире до тех пор, пока вода не вышла из-под контроля. Отправляем спасателей и, конечно, берем с собой две помпы. Блин, а машин больше не хватает, поэтому сюда мы с вами не поедем. Смотри, процесс воспитания у нас происходит. Перевоспитание, да. Два взрослых офицера, кстати, по-моему, дамочки, да. Слушай, ну я вообще было бы классно, если бы еще КПЗ какой-то по гендеру бы здесь распределялся. Там девчонки отдельно, мальчишки отдельно. А то в таких скоплениях только у нас и организуются новые приступные ячейки. Так, а у нас здесь что, ожоги? У нас здесь ожоги, да. Смотри, надо человеку помочь. Слушай, есть идея, 52 тысячи. Мы с вами хорошо идем, прям вообще хорошечно. Это потому, что мы ничего не строим. В этом плане мы с вами молодцы. У нас с вами 2000 очков. Конец дня уже, да. А, нет, еще не конец дня. Ну, можно что-то попробовать поставить, я не знаю. Сейчас игру на паузу воткнем. Давай медикал что-то изучим. Вот это, наверное, да. Ну да. Это у нас что, кровать? Опять, опять шкунки. Ёперный бабай. Как нам и куда вообще размещать-то теперь, даже без понятия. Здесь у нас не влезут, здесь не влезут. Хм. Какую-нибудь комнату сюда, что ли, поставить его. Теоретически. Нет, да никак вот сюда не поставить. Ни теоретически, ни практически. Вот здесь. Хотя. Вот сюда если его поставить. Теоретически можно попробовать влезть. Ну-ка, давай-ка его возьмем сейчас. Это мы с вами сдвинем пока вот сюда. Это сюда. Пробуем. Не, не ставится. Не поставится никак. И это плохо. Это плохо. А все остальное нам больше не сдвинуть. Да, даже вот лишь при учете. Хотя, ну, как бы есть варик, конечно. Сюда ее пандурить. Это же неправильно. Хотя... А вот сюда она встанет у нас? А вот сюда она должна встать. Мы сейчас, знаешь, как сделаем? Смотри. Во. Мы вот так-то сделаем. А это мы перенесли сюда. Только нет, нет, не совсем сюда. Это надо в комнату, где хотя бы у нас они производят что-то. Да, то у нас здесь больные находятся. Это просто... Блин, не только он нажал. Это просто неправильно. Так, это мы меняем местами. Предположим, вот сюда поставим один. А второй отсюда мы заберем и поставим. Ну, где-нибудь здесь сбоку его. А, их даже можно вот так сделать. Смотри, раз. Чтобы они не мешали проходу. И вот так вот два, да? Нам двух штук уже глаза хватает. Так, а теперь где-то у нас не хватает двери. Так, а теперь у нас двери не хватает. Непонятно. Митикл. Стоп, у нас здесь его хватает? Эти штуки мы наобратно ставим. Следы раз. Следы два. А, я понял. Вот здесь у нас, получается, следов не хватает. Видишь, справа. Так, хорошо. А если мы это сделаем вот так? Странно. Ты смотри. Слушай, смотри. Что-то какая-то хрень происходит. Я ее полностью продаю. Я ее и заново ставлю. Вот, здесь же она отлично подходит, да? Вот здесь. Вот. Почему? Что происходит? Почему она не хочет у нас нормально? Тут какая-то картинка загорается. Типа нету подхода. Откуда нету подхода? Здесь проход вообще со всех сторон имеется. Это что такое? Не очень понял. Ну, смотри. С этой стороны тоже не хочет ставиться. Ну, вообще никак. То есть, в идеале ставится, а потом пропадает. Не понял. Ну, вот здесь же он стоит. Смотри, нормально. Да, вот здесь у нас проход получается. И вот здесь, вон, крестиком у нас нарисовано. Странно. Знаешь, что давай попробуем сделать? Возьмем, предположим, эту шконку отсюда. Поставим вот сюда. Она встанет? Да, нормально все здесь работает. Аналогичная ситуация, вот как и здесь. Ладно, тогда мы берем отсюда. И ставим попробуем вот здесь. Твою мать, она не работает здесь даже. Вообще, идеальное пространство. Ей что-то не хватает. Building Error. Так, что нас эта штука вообще дает? Она у нас дает следующее. Пациенты в критическом состоянии должны быть сначала доставлены сюда, чтобы стабилизировать их для дальнейшего лечения на месте. Ну, все правильно. Только почему-то она не работает. И я не знаю, что с этим делать. Прям вообще не знаю. Ну, значит, наверное, продам ее. А пока тогда подожду ваших мнений, парни. Что думаете, баг или что-то я неправильно делаю? Ну, скорее всего... Скорее всего, вы сами все знаете. Ладно, у нас там выезд есть. Что у нас тут происходит? Очередной потоп. А заметили? У нас что-то долгое время нету с вами ивентов. Вообще никаких. Только одни вызовы. Не, ну я, конечно, ничего не имею против. Но это просто... Это просто странно. Что у нас там с деньгами? А, 101 тысяча мы в хорошем плюсе. А даже со звездами у нас с вами будет... Да ладно, парни, мы с вами богачи. Мы с вами реально нормально, кстати, вылезли. Реально нормально вылезли. Такого лютого минуса. Правда, у нас равно будет минус 290 тысяч. Потому что содержание достаточно дорогое. Так, на что мы можем потратить сейчас? Хотя бы мелочку-то можем. Так, 900. Нет, пока 900 я трачусь. Не хочу. Здесь у нас с вами тоже ничего нового. Я бы завтра потратил бы хоть 2000 бюджетов. Сраный звук. Это и незакрытые двери просто бы пропал. Он реально помороживает. Я знаю не только меня и вас тоже. Может быть, действительно взять такие. Хотя... Вот это надо посмотреть, что он нас дает. Полиция использует эту доску интерактивную в расследовании сложных дел и заговоров. Интересно. Реально интересно. Может, попробовать поставить ее, а? Правда, у нас еще сутки есть, да? До конца дня. А, нет. У нас еще, получается, полдня и ночь. Не, не успеем. Не буду тысячу тратить. Но на следующей неделе 100% мы с вами это поставим. Очередной сердечный приступ. О, кстати, смотри. У нас тут еще и техника сильно повредилась. Еще и помпы все кончились. Да, слушай. Пожар нам, в принципе, представляет меньше всего геморроя. Больше, конечно, активность у нас происходит именно в полицейском департаменте. Но про тех ребят тоже надо не забывать. Жалко, мы все с вами изучили. Даже стул никакой не можем поставить, да? Для того, чтобы хотя бы хоть чуть-чуть, там, 20... Ну, там, не знаю, 200-300 очков потратить. Как-нибудь вот так. Можно попробовать пятихатку вбухать, да? Давай. Давай, поставим ее. На 5 тысяч, кстати, стоит. Как она у нас выглядит? Ой, слушай, большой. Большой, реально. Давай поставим здесь. Раз, два, вот так вот. По деньгам же мы не особо почувствуем? Да нет, не особо. Так, нифига выездов. Сейчас, подождите. Сейчас мы все сделаем. Так, последний день, последняя смена у нас осталась. И конец недели. Очередное задымление. Инфаркт. Дабл инфаркт. Еще одного чувака. И у нас очередной митинг. Протест за то, чтобы пятерочки опустили цены на колбасу. Слушай, смена должна заканчиваться. А у нас тут вообще задания вываливают по полной программе. Еще больше, ты посмотри, сколько у нас их тут находится. Офигеть. Слушай, у нас здесь даже на всех-то и не хватит. У нас пожарка еще одна в ремонте стоит. Блин, одно задание, походу, мы с вами пропустим. Тут просто... Кстати, надо было действительно брать за тысячу что-то и все. Мы бы тысячу вот уже спокойно нафармили за это все время, да? 70%. Так, у нас кто-нибудь вернулся из этих? Сейчас мы посмотрим. Так, две секунды. Это мы отменяем. Пауза. Ремонт. Ремонт. Паузу снимаем. Смотрим. Так, у нас опять крупный ДТП. Отправляем все службы. Так, здесь два их не надо. Одного полицейских у нас нету. А эти сколько у нас будет, кстати, интересно? Если мы это снимем, мы поставим врачей. 60%. Слушай, у нас копы должны сейчас будут вернуться, кстати, через час. Подождем. Отлично. Вроде как всех разослали, все справились. Конечно, тут два задания у нас зафейлили. Получается так, что тупо не хватает техники. Мда. Так, это мы делаем. Оружие производим. Людей на койке. Производим аптечки. Делаем еще медкомплекты. И вроде как все... Ох, нифига, у нас какой-то тревент будет. Но это уже чуть позже. Так, что у нас здесь идет? Ну, здесь у нас опять переломился транспорт с химикатами. И чувак какой-то сбежал. Поэтому все разыскивают даже с помощью дронов. Отлично. Вроде всех разослали. Вроде все сделали. Сейчас конец недели. Боже, серьезно. Это вообще законно или нет? Слушай, ну вроде разбили, да? Вроде кое-как. Все это мы с вами смогли сделать. Так, только срочно надо технику приводить в порядок. После этих сумасшедших отправок. Ну что ж. Все, у нас подходит к концу денек. Точнее, неделя. Финальный репорт. Мы с вами конвертируем все наши 2000 звезд. Получаем плюс 200 кусков. Итого у нас 396. Смотри. Нажимаем сюда. Оставляем все как есть. И теперь смотрим сюда. У нас плюс будет на следующей неделе 26000. Потому что у нас слишком дорогое содержание. Все цифры вы, в принципе, видите здесь. Это просто охрененно. Ну что ж. Да, я думаю, на этом моменте мы с вами, ребятки, и попрощаемся. Нас с вами в следующей серии ждет какой-то очень интересный ивент. Смотри, там у нас, походу, подрыв, да? Потребуется, наверное, нам с вами заняться и подкопить косарик вот для этого. В общем, посмотрим. Понравилась серия? Ждешь продолжения в такая ролика? Лайка. Я с вами с вами прощаюсь. Всех любит. До встречи всем. Пока. Как всегда, кстати. Не хулиганим, не мазурим, ничего не поджигаем. И, конечно, главное, не болеем. Субтитры сделал DimaTorzok